Доброго времени суток, дамы и господа! Само собой, репутация довольно-таки важный момент в вове. Репутация дает нам всяких маунтов, различные вещицы покупаются за счет высокой репутации, различные реагенты даются за счет высокой репутации, а также различные новые рецепты даются нам в тот момент, когда мы прокачиваем определенный порог репутации. Тут, в Dragonflight, очень много все завязано на этой репутации. Мы получаем новые крафты, мы получаем много новых всяких штучек именно прокачивая репутацию. Поэтому игнорить прокачку репутации, ну, конечно, можно, но ни к чему хорошему особо это не приведет. Так что, если у вас есть свободное время, то раскачивать репутацию в целом полезно. Поговорим сначала о основных моментах для того, как раскачивать репутацию. Поговорим и об остальных различных репутациях, которые имеются в дефе, потому что на них нельзя закрывать глаза, например, кобальдовая ассамблея, например, гневион. Расскажу вам абсолютно все, что знаю, что все вот накопилось в моей голове, все вам абсолютно выдам, так что внимательно просто-напросто слушайте. Начнем, давайте сначала с такого момента, что у меня по реновным. 21, 25, 14, 19. Как сказал ранее, все абсолютно будет рассказано, как я качал, как вы будете качать, как оптимально качать. Какие у нас еще имеются фракции в дефе? Фракции в дефе имеются гневион, кобальдовая ассамблея, консорциум ремесленников и сабелион. Сабелион альтернатива гневиону, мы можем прокачать одного из них для получения наград. Ну, те, которые нас интересуют в плане эквипа, в плане гира. Основной момент прокачки репутации в дефе, это, конечно же, локалки. Локалки у нас даются раз в 3,5 дня. Но локалки на питомцев, локалки пвпшные, которые только в вармоде активны, они обновляются каждый день. То есть, да, мы можем включать вармод, сделать эти две локалочки дополнительные и выключить вармод, летая спокойно, не получая люлей от орды там или альянса, например. Раз уж речь пошла про локальные задания, то само собой не стоит забывать о контрактах. Контракты также остались в дополнении Dragonflight, и у них тоже имеется ранговая система. К примеру, 1-звездочный контракт дает нам 10 репутаций с выбранной нами фракцией за локалку в течение 7 дней, за любую выполненную локалку, даже за локалку питомцев. 2-звездочный контракт 12 репутаций, тот, который как раз-таки у меня и проюзан, а 3-звездочный, по-моему, дает 15. Но использование 3-звездочного контракта может вас немножко раскошелить. Поэтому думайте, что для вас поинтереснее, и поприоритетнее. У нас имеются квесты различные, которые разбросаны по карте. Эти квесты мы также еще делаем для получения достижения Хранительной Мудрости. Многие из этих цепочек дают очень и очень много репутации. Во многих из этих цепочек нам нужно посетить какое-либо подземелье. Есть также различные квесты, которые не идут в Хранительной Мудрости, но при этом они дают репутацию. Например, сейчас найду такой квестик, был он где-то тут у меня недавно. Собрать 3 картины с разных подземелий дается 200 репутаций с клыкарами. Круто? Да, неплохо. Будучи Хуманом, ты получаешь на 10% репутации больше. А находясь под бафом Ярмарки, ты еще получаешь на 10% репутации больше. Поэтому делать квесты, различные с целью получения репутации, да, это в целом полезно. После того, как я перечислил абсолютно все основные моменты, перейдем давайте к таргет на каждой фракции, к каждому мобу, который у нас имеется в дополнение Dragonflight. Начнем, пожалуй, с Гневиона. Гневион или Сабеллион. Выбор довольно-таки интересный. При выполнении локального задания присяга мы делаем свой выбор, который на всю неделю сетит нам именно этого мобца. Там мы выполняем виклики и получаем очень-очень много репутации. Прокачать нужно хотя бы одного. Прокачать одного нужно для того, чтобы купить шею, 389-ю, и плащик, 398-й. Это очень круто, заиметь почти 400-й шмот до открытия рейда, до старта сезона. 398-й шмот, насколько я правильно помню, падает с 15-го ключа. Пойдете ли вы в 15-й ключ сразу? Вопрос хороший. Дропнете ли вы оттуда плащ? Вопрос хороший. Дропнется ли он с нужными статами? Вопрос тоже хороший. Как качать Гневиона? Или Сабелиона? Мы просто-напросто сдаем собранные обсидиановые ключи. Да, нужно много фармить как фрагменты, так и детали ключа. Но этот фарм дает нам хорошие эпические вещицы, а также раскраску черного дракона. Кобальтовая ассамблея. Прокачав ее даже не на фул, то есть на 4 из 5, мы получаем эпическое кольцо. Да, оно недавно стало эпическим, наконец-то. 389-го итом левела. Кто-то может сказать, что на нем мало вторичных стат, и тот урон, который он дает, этот урон небольшой, но на самом деле, если посимить, то колечко довольно-таки неплохое. Но опять же, вариативное. На старте вроде неплохо, но когда мы уже получим хорошее 389-е кольцо иное, быть может, ситуация изменится. Но для старта в целом пойдет. Почему бы не заиметь такую высокогирную вещицу заранее? Касательно прокачки кобальтовой ассамблеи, имеется отдельный видос на ютубе, который длится всего лишь минуту. Рекомендую его глянуть. Ссылка будет в описании. Консорциум ремесленников. Пожалуй, самая тяжкая репутация в плане своей прокачки. Нам дают немного викликов, немного квестов, и на этом все. Раньше, говорят, баг был. То, что можно было там свитчить профессии, и таким образом брать новые уникальные квесты. Но по-моему, его уже пофиксили. Не знаю, правда это или нет, но я таким не занимался. Контракт довольно-таки хорошо себя показывает при прокачке с этой фракцией. Юзаем контракт, делаем локалки, лутаем репутацию. Это нормально в целом. То есть мы не подвергаем свой аккаунт опасности, мы не обузим, и все вроде как бы окей. Что нам дают консорциум ремесленников? Там знания даются на планке 2 из 5, 4 из 5, 5 из 5. А знания в профессиях это очень круто на самом деле. Чем лучше мы владеем своей профессией, тем лучше мы можем крафтить вещицы. Более ранговые они получаются. Кстати, о крафтах. У меня тут имеются различные рецепты интересные за счет того, что у меня прокачаны там кентавры, клыкары, вальдракен. Я готов вам их скрафтить. Частный заказ, при АДК, гордуне, то есть это только для Альянса, да, будет применимо. Тут всякие наборы игл, ножики. Мы можем с вами поговорить об этом в Дискорде. Я готов крафтить с радостью. Возьму одну серебряную монету всего лишь. Вот, как-то так. Переходим к следующим фракциям. Драконья экспедиция. Она довольно-таки неплохо качается, если мы летаем по какому-нибудь относительно ненаселенному серверу. Мы лутаем сумки разведчика экспедиции. Мы копаем почву с помощью лопаток. Лопатки покупаются в лагере Драконья экспедиции. Я как раз прям рядом тут нахожусь и могу все это продемонстрировать. Разговариваем с мопцом. Вот она, эта лопатка пятизарядная. Мы покупаем несколько лопаток, летаем, копаем. Лутаем таким образом артефакт Драконьих островов. Лутая эти артефакты, мы можем сдать мопцу. То есть любые такие предметы сдаются мобам в их соответствующих лагерях. Какой это цвет? Синий вопросик, да? Подходим к мобу. У меня аддон имеется, автотернин. Идет автосдача. Каждый баджик для меня дает по 18 репутации. Хуман, ярмарка. То есть базово за каждый баджик мы получаем по 15 репутации. Да, процесс раскачки долгий. Я не спорю. Но, по крайней мере, мы, если хорошенько все раскопаем, хорошенько все пролутаем, мы сможем неплохо апнуть свою Драконью экспедицию. Что мы оттуда получаем? Перчаточки 376 за, по-моему, 12 уровень известности. И ножки 389 за 18 уровень известности. Это довольно-таки неплохой гир, почему бы его не заиметь до старта сезона. К тому же, если вам осталось там совсем чуть-чуть репутации. Ну и также на 21 уровне имеется крафт уникального питомца, который у меня имеется. И я готов через заказы скрафтить вам этого питомца. Да-да. Кентавры Морук. С ними нет никаких проблем абсолютно в прокачке, просто нужно много-много времени. У них нормальный прирост, стабильный в плане репутации. Мы открываем заранее собранные группы, вкладку Другое, жмем поиск группы, пишем что-то по типу Охота. И тут вот люди делают охоту постоянно абсолютно. Афк-шеров кикают. Но в целом вам нужно просто летать рядом в тех областях, где находится охота, находясь в этом рейде, и вы будете получать репутацию за каждый этап. На каждой охоте, то есть в каждой этой мини-локации, по 6 этапов. И за каждый этап дается базово по 15 репутации. Также, завершая охоту уже там пятую в неделю, седьмую, десятую, двадцатую, вы будете лутать по 4 охотничьих трофея с каждой сумочки белого качества. Каждый такой трофей выменивается базово на 25 репутации, то есть 100 репутации с мешочка. Таким образом, полная охота дает 190 репутации, без каких-либо бонусов. Но мы знаем про бонусы у Хумана, про бонусы у Ярмарки, крутимся на карусельке, получаем этот бонус, и таким образом, ну, хотя бы трофеи можно сдать под именно всеми этими бонусами. Бонусы очень ценны, они реально экономят время. Что дают нам кентавры? Кентавры дают нам вещицу, первичный настой, это добавочный реагент в крафт, мы можем сделать себе эпик 395-405 литом левела. Также за 24 левел мы можем купить 389 нагрудник. Ну и, конечно же, крафты. Разумеется, куда же без них? Крафты, крафты, различные крафты. Я могу их делать абсолютно все. В кузнечном деле это казгоритовый нож кожевника и казгоритовый нож для снятия шкур. Готов скрафтить их на гордуне. Идем дальше. Следующая фракция, о которой мы перейдем, это искарские клыкары. Варим суп, великий суп наварили, как говорится, да, каждые три с половиной часа, по-моему, происходят события в деревушке клыкаров. Мы летим, мы жмем экстра батон, мы говорим в чате кдашеф и выполняем те поручения, которые нам даются. Там распинать мопца, растоптать всяких там букашек, выловить рыбку, то есть все это делаем, делаем, за каждые там этапчики, за каждые поручения нам сыпят потихоньку репутацию с клыкарами. Далее, что еще есть у клыкаров, как и, конечно, у любой абсолютно фракции, это итемы. У них это священный тотем клыкаров. Сдаем, получаем репутацию. Все просто. Также не стоит забывать о рыбных местах. Это особые места, помеченные на карте знаком рыбки. Там имеются дейлики, и за эти дейлики мы получаем немного репутации. Союз Вальдракена. Последняя фракция на Драконих Островах. Общая фракция, которая является главенствующей, она качается почти абсолютно от всего. Убиваем рарников, почти всегда лутаем репу с именно союзом. Далее, сдаем собранные обсидиановые ключи гневиону или сабелиану, тоже качается репа с союзом. Очень-очень много источников именно прокачки союза. Как-то, не знаю, сам по себе, он качается до 19 уровня. Я не заметил, чтобы как-то таргетно откуда-то вылутывалось прям очень-очень много репутации. Хотя ладно, вру маленько. На, по-моему, каком-то левеле известности появляется дополнительный квест в компании, если быть точным, на 12. И там, пройдя его, пройдя данжик, чертоги насыщения, мы получим итем на 2500 репутации. И этот итем тоже подвержен бафам, как хумана, так и ярмарке. А ярмарка еще активна. Поэтому сделайте этот квест и залутайте уже не 2500, а 2750, находясь под бафом ярмарки. То есть, не просто уровень известности, а еще дополнительно. Ну и, конечно же, союзом, как и у других фракций, имеется итем реликвия титанов. Периодически реликвия титанов выкапывается с почвы, которую мы копаем для драконей экспедиции. В общем, серьезно говорю, как-то я не заметил, что у союза имеются какие-то таргетные места, где прям именно союз качается. Делаем всю-всю-всю-всю-всю активность, качается союз. Вот как-то так. Ну и само собой, за 19 уровень с союзом даются разные крафты. Они у меня имеются. Готов обсудить с вами в дискорде все это абсолютно и готов выкрафтить на гордуне. Получается как-то так. Я высказал абсолютно все, что на текущий момент мне известно о репутациях. Я качаю все это всегда на стриме. Я все это делаю на стриме. Скоро твич-дропсы. Заходите, спрашивайте. Комментарии на ютубе для вас. Если я что-то забыл, само собой, дайте знать об этом в комментариях. Ну и еще маленько бонус. Парагон репа. Она имеется. Для парагон сундучка нужно набрать 7500 репутации. Какой оттуда лут? Пока что модификация под названием парагон говорит, что наград нет. Но по-любому же оттуда что-то будет. Мы узнаем это. Скоро или не скоро, но само собой узнаем. Мини-бонус, так сказать, для тех, кто досмотрел видео до конца. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!